Добрый день, меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова на канале Европлант Лайф. Иногда наши подписчики упрекают нас в том, что мы много внимания уделяем растениям с других континентов. Мол, что, разве своих мало? Конечно, немало. Но так уж получилось, что к нашим растениям мы настолько привыкли, что они у нас больше не восхищают. Но когда вы в последний раз восхищались одуванчиком, подорожником, елью и рябиной обыкновенной, чересчатым дубом, волчьягодником. А теперь вспомните, что большинство растений, к которым мы привыкли, родом не из этих мест. Гортензии, пионы, лилии, сиренеи, голубые сербские ели, горные румылийские сосны – все это интродуценты. Растения, природный ареал которых находится далеко за пределами Ленинградской и Московской области. И даже герой этого выпуска – рябинник рябинолистный, или по-другому спирея рябинолистная, родом не из Ленинградской области, хоть и занимает значительную часть подлеска. В природе он растет на пустырях и на заброшенных землях, по обочинам дорог и на опушках леса. И, как правило, это неплодородная песчаная почва. Его природный ареал находится в умеренном поясе Азии, захватывающей Корею, Японские острова и китайские провинции. На территории нашей страны – это Южный Урал, Сибирь и Дальний Восток. Рябинник неприхотлив, морозоустойчив, не требует особого ухода, подходит для посадки в труднодоступных местах и хорошо переносит омоложение с помощью обрезки под ноль, или, как я называю, прическа подкотовского. Очень хорошо занимает территорию путем корневых отпрысков, великолепно черенкуется. Знаю несколько случаев, когда рябинник пытались выкорчевать на участке, вынесли за территорию и забыли. Теперь там целая зароса, которую точно будет сложно искоренить. Несомненным плюсом рябинника является то, что весной он один из первых распускается. Листья сложные, напоминают листья рябины. Куст цветет в середине лета красивыми белыми соцветиями, а осенью окраску обретает довольно рано. После опадания листвы куст продолжает украшать созревшие коричневые плоды. Единственным требованием, которое предъявляет рябинник к месту произрастания, это влажность почвы. Если вы не хотите, чтобы рябинник уже к августу потерял декоративность, то почва должна быть влажной. Ни пустыней и ни болотом. Несмотря на то, что рябинник прекрасно подходит для закрепления склонов, имеет великолепную осеннюю окраску, подходит для нестриженных изгородей и является прекрасным медоносом, но использует его исключительно при оформлении дикой лесной части участка. Мы так привыкли к нему, что не замечаем его красоты и относим к типу растения сорняк канавный. Мне стыдно признаться, но и мое отношение к нему долгое время было именно такое. Рябинник сорняк канавный. Я не понимала восторженных описаний рябинника на зарубежных сайтах, тем более, когда его предлагали рассмотреть как растение для контейнерного озеленения. Но зачем еще тащить его на участок, когда он и так вдоль дороги прекрасно растет? Не поменялось мое мнение к нему даже тогда, когда на рынке появился сортовой рябинник Сэм. Возможно, это связано с тем, что впервые в нашем садовом центре он появился где-то в августе. Но рябинник и рябинник. Только стоит дороже. А в чем его изюминка, непонятно. Так и остался рябинник зимовать на нашей площадке до следующей весны. А весной? Весной мое внимание привлекло абрикосовое пятно под окнами офиса. Зелень еще только-только начала появляться, весна еще не совсем вошла в свои права, а рябинник уже стоял с листьями персикового цвета. Сэм – прекрасное украшение вашего участка. Весенний-летний период совсем молодой прирост персиковый, далее желтый. И к июлю Сэм ничем не отличается от своего дикого родственника. Ну, разве только более компактной кроной. Я по-прежнему считаю, что для маленьких участков и контейнерного озеленения рябинник не очень подходит. Но если у вас оставлен кусочек леса, то лучшего растения желать и нельзя. На этом все. До скорых встреч. Оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!